Когда ты три месяца проводишь в море, потом пару месяцев на суше, а затем снова уходишь в дальнее плавание, можно ли при этом успешно выступать в смешанных единоборствах и быть профессиональным бойцом? Антон Волков из команды СичПро старается доказать, что если человек хочет чего-то добиться, он найдет выход в любой ситуации. Будучи настоящим моряком и проведя три месяца в плавании, он всего три недели готовился к поединку на турнире Open FC3, который прошел 17 апреля в Санкт-Петербурге. За свою карьеру Антон провел пять поединков, уступил лишь самому первому по дисквалификации и подходил к бою отняков в арене с победным стриком из четырех боев. Нурландр Ктабакиев по прозвищу Титана, за плечами которого было 18 поединков, 13 из которых он праздывал победу. Спортсмен из Кыргызстана отличался хорошей подготовкой как в борьбе, так и в ударной технике. И как его соперник был из разряда тех бойцов, которые не любят доводить дело до решения судей, а предпочитают разобраться с оппонентом как можно быстрее. И так, знакомый старец синему глупу, ему 25 лет, рост 180 сантиметров вес, 94,1 килограмма. Профессиональный рекорд, 13 побед, причем 12 одержаны досрочно, 4 поражения при одной ящейке. Дамы и господа, из Кыргызстана, потом Нурландр Ктабакиев. А вот его замерни красному клетку. Бойзут 29 лет, рост 180 сантиметров вес, 93,4 килограмма. Профессиональный рекорд, 4 победы, 3 досрочно и только одно поражение. Он представляет команду СЕКСПРО и Санкт-Петербургом России ФОТОВ, Антон ФООЛКОВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Киселёв. СЕКСПРОВ СЕКСПРОВ Итак, все действующие лица представлены, и сейчас Вячеслав Киселёв даст сигнал к началу боя. Нурландр Ктабакиев, Кыргызстан, против Антона Волкова, СЕКСПРО, Россия. Начинается поединок. Соперники сразу же занимают центр клетки. Пока оба осторожничают, прицениваются к оппоненту. Пытается пробить двойку Нурлан, но Волков легко ушел с линии атаки. Старается идти вперед Антон. Хорошая попытка пробить прямым в челюсть. Так Табакиев это нисколько не смутило. Опять у нас разведка. Призывает секунданта Волкова быть более активными и идти вперед. Но Нурлан очень опытный боец, и атака с шашками на голу тут может просто не пройти. Вот уже Титан пытается идти вперед с ударами, но моряк очень легок на ногах. Напоминаю вам, дорогие друзья, что вы смотрите турнир Open FC3. Вы можете видеть и слышать, что в Финькофф арене очень много зрителей сейчас собралось. Приятно, что возвращаются болельщики на трибуны. Турнир при полном зале сразу набирает очки к зрелищности и атмосферности. Да, и бойцам это тоже придает мощнейшую мотивацию. Хайки их пробивает так Табакиев, но он был неподготовлен и пришел со защиту. Пытался Титан сейчас пройти в ноги. Волков уворачивается. Размен ударами. Прошло полторы минуты, и потихоньку темп начинают наращивать бойцы. Ну и разведка уже по идее должна закончиться. Лоу пробивает Волков. Неплохая двойка от Нурлана. Пока что попытки заклинчевать ничем не заканчиваются. Еще один лоу от Волкова. Сразу же джеб в догонку. Вот мы слышим болельщиков Нурлана. Сразу же он активизировался, пытался пробить стрелу. Поднимается в Табакиев. Сразу же старается идти вперед, чтобы не быть зажатым у сетки. Снова размен одиночными ударами. Старается контролировать центр клетки российский боец. Три минуты уже прошло, и пока очень осторожный бой мы наблюдаем. Вот уже пошло поживее дело. Так Табакиев пытается прессинговать, но большинство ударов проходит по воздуху. Снова лоу подключает Волков. Это может сказаться в более поздних раундах. Хороший фронткик. Сразу зрители оживились. Так сказать, пытается фехтовать сейчас ближний рукой к сопернику Волков. Хайки команда проверяет защиту оппонента. Двоечка руками не достигает цели. Лоу и джеб. Снова мы слышим группу поддержки Нурлана. Гонит она своего бойца вперед. На скачке втыкает джеб Волков. Разбит нос у Табакиева. Это будет затруднять ему дыхание. Теперь кыргызскому спортсмену надо быть, конечно, осторожным и экономить силу. Почил кровь Волков. Идет он вперед. Ух пытался сейчас Нурлана притворить ногу Антона, но допустил ошибку. Атакует Волков, но так Табакиев отвечает ему размашенными ударами. Похоже, пристрелялся Антон. Сейчас его джеб начинает достигать цели. Начинается концовка первого раунда. Кому-то надо ее постараться забрать. И заканчивается у нас первый раунд в обмене ударами. Теперь у секундантов есть минута, чтобы привести своих бойцов в порядок. И внести в план на бой какие-то коррективы. Аплодисменты. ДЖИВ, дЖИВ! ДЖИВ! Б Shel, д'si! ДЖИВ! Бай, бай, бай! Бай, бай! 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 Поехали! 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 Александр Загорский объявляет начало второго раунда. Нурлан Тахтабакиев, представитель Тургыстан, против Фантона Волкова из клуба СЕЧПРО «Россия». Мы на турнире Open Fighting Championship 3. Посмотрим, поменяется ли рисунок боя по сравнению с первым раундом. Видим, что Нурлан более агрессивно начинает второй раунд. Старается идти в атаку с ударами. Кровь течет по лицу крыгызского спортсмена, затрудняет ему дыхание. Это значит, что силы будут убывать с каждой минуты. И так Табакееву нужно спортовать и взвенчивает темп здесь и сейчас. Хороший миггл-кик, но почти удалось Нурлану его поймать. Снова своим джабом вуцирует Волков соперника. Начинает поджимать Антон Тритабакиева. Хороший удар на скачке. Старается киргызский боец попасть боковыми. Фронткеков от Нурлану удается сделать плотный захват. Но опять тегдауми удался. Волков вырывается. Размашистый удар, но который ничего кроме тратной силы не приносит сейчас Нурлану. Ему бы надо быть чуть-чуть пособраннее. Волков из центра клетки снова начинает поджиматься перед их сетки. Прямой в голову. Еще один. Волков явно пристрелялся. Сейчас катит поединок к своей победе. Нурлану его угловым нужно что-то резко придумать. Иначе он просто проиграет. Зрители поддерживают бойцов. Хорошая попытка пробить ногой в голову. Пытался Нурлану пробить лову, но чуть не получил в ответ прямой. Все лицо у него в крови. Тяжелый, тяжелый бой. Попытка пробить у Ширу, но это был неподготовленный удар. И результата никакого не принес. Пытается. Пытается сейчас так Табакеев из-под одних сил атаковать. Волков четко его перебивает на прямых ударах. Хороший удар по корпусу. И это также не добавит вымысловости оппонинку. Пытается опять пройти в ноги Нурлан. Пробивает колено на выходе. Очень тяжело ему. Снова Лоу подключает Волков. Пытается раскачать Антон сейчас соперника. Заставить его раскрыться. Снова точно прямом челюсть. Но так Табакеев не выглядит потрясенным. Сам старается идти в атаку. И опять этот жесткий и точный джеб от Волкова. Дистанция очень хорошая Антон. И за его прямыми оппонент просто не успевает. Нурлану нужно любой ценой сокращать дистанцию. Идти в борьбу. Или, не знаю, навязать бой в телефонной будке. Показывает Нурлан. Давай в размин. Давай. Но Антон пресекает его в атаке. Хороший удар с ноги. Не успевает тельгийский боец его поймать. Его шатает. Идет вперед Волков. Снова удар в корпус. И еще один прямой ногой в голову. Видимо, это коронная техника Антона. Лоу. Фронткик опять всаживает Волков. На выбор вьет Антон. Нурлану нужно продержаться до конца раунда меньше минуты. Он пытается отвечать в размин. Снова лоу-кик от Волкова. И попытка против ноги очень легко пресекается. Еще одно лоу и пошла концовка второго раунда. Ну что ж, Антон Волков уверенно забирает и этот раунд. Ему не надо изобретать велосипед. У него все получается. А вот команде Нурлан так табаке. Ему нужно что-то придумать. И в сложившейся ситуации постараться совершить камбэк. Девочка-пай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Третий раунд. Нурлан Токтабакиев против Антона Волкова. Турнер Open Fighting Championship 3. Санкт-Петербург, Синькофф-Арена. Мощный фронткик, а сразу же в размен два удара влетают. Снова кровь Нурлана. Антон сразу же идет вперед. Как легко ему сейчас удается провалить все попытки проходов ноги. В очень тяжелую ситуацию попадает Токтабакиев. Волков явно доминирует. Ничего не получается у его соперника. Снова встречает его оппонента. Пробивает апперкот. Настил клетки весь в крови. Оба соперника также покрыты ею. Очень расчетливый. Очень точно сейчас совершает преддобивающий удар Волков. Бьет просто на выбор. И вынужден Вячеслав Киселев остановить поединок, чтобы пригласить врача в клетку. Я думаю, что бой можно и останавливать. Нурлан весь в крови. Явно нестатил всей силы. И дальнейшее продолжение может привести только к большим травмам. Гыргызский боец провел характер. Бился до конца. Но тут, мне кажется, продолжать сейчас не нужно. Ну да, и вот мы видим выброшенное полотенце. Все правильно сделали секунданты. Здоровье бойца важнее всего. Видимо, что тренеры команды Сечпро Егор Пушкин и Дмитрий Алферев поздравляют своего подопечного. Поздравляем Антона Волкова и команду Сечпро с этой уверенной победой. Ну вот так вот за три недели он сумел подготовиться к этому поединку. Вышел и просто-напросто своего соперника перестрелял мощными и точными ударами. Благодарим Нурлана Токтабакева за упорный бой. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения в клетку. Дамы и господа, время остановки боя 56 секунд заключительного третьего раунда. В связи с отказом угла соперника от продолжения боя, в связи с получением травмы, техническим нокаутом победу одержал! Антон Фолков, Сечпро, Санкт-Петербург и слово победителю! Всем спасибо за поддержку. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok